Сейчас зайдем внутрь, покажу вам, что там будет внутри, какие интересности нас поджидают. Чем больше такая работа, тем дороже. Тут целая подборка, елки-палки, посмотрите. То есть типа вот так? Да, типа есть скорая помощь. Какой капец. И что, у тебя целое богатство, тебе приносили по разновидностям, да? А в чем прикол этих солдатов, я вообще не понимаю. Они еще, небось, звенят, как вообще, как дикие. Потому что определить вот такую картину, как новодел, знаете как? Очень просто. Ну, барахло. Начинают печатать и уже начинаются разные-разные ухудшения. К сожалению, вот... Так, ну что, я вновь в магазине на Салтовке, на 602. Это у нас лавка старых вещей. И что хочу сказать, что здесь, ну как обычно, видите, все выставлено, то, что и было. Новый год. Если хотите, можем снять отдельный выпуск как раз по елочным игрушкам. Какие самые дорогие. И, кстати, на канале есть видеоролик про елочные игрушки. Я делал из тех, которые я лично нашел у себя на чердаке на даче. Так что, если интересно, ссылочка вот здесь будет вверху, в подсказке, либо в описании данного видео. Вкратце расскажу, что ценятся, конечно же, какие-то интересные персонажи. То есть, это персонажи из сказок. Тут, конечно, я прямо сейчас таких не вижу. Кстати, еще ценные из папье-маше. Более редкие, более такие старые, скажем так, елочные игрушки. Сейчас зайдем внутрь, покажу вам, что там будет внутри. Какие интересности нас поджидают непосредственно в этом антикварном магазине. Пока еще не выпал снег, у нас отличная возможность приехать на самокате. И что тут, у тебя целое богатство, тебе бы приносили по разновидностям, да? Так, вот эти 25 копеек, которые я вам показывал. Ну что, барабанная дробь, ваши прогнозы, 2001 год. 2003, уху! Все, надо брать, надо брать. Так, ну что, вижу тут фотоаппараты появились, солдатов целая гора. А в чем прикол этих солдатов, я вообще не понимаю, а? Блин, они же вообще жуткие. Ну, может, действительно, ну, это из детства, и там есть супер какие-то редкие, ну, не знаю. Небось, каждый солдат грин по 20 стоит. Почем такие солдаты вообще? Ну, да, в хорошем состоянии 25 даже можно. Ага. Вот, а вот маленькие. Ну, честно сказать, пока не моя тема вообще, такие солдатики. Ну, хотя для людей, которые занимаются профессиональным антиквариатом и покупкой-продажей, это интересно, потому что новое направление, все-все-все. Вот, что у тебя еще интересного нового появилось? О, смотрите, часики. Это что у нас, танковые? Да. Я себе тоже на днях взял. Ох, что-то они, конечно, тут заводятся. Гляньте как. Вообще прикольная штука. Покупают сейчас часто геймеры. Вот такие вот танковые, вот такие авиационные. Ставят на стол, и довольно стильно, круто выглядят. Вот, так что вообще прикольная затея. Переоборудывают. Да, да, подставки там под них делают вот такого формата. Это у нас кто такой? Доктор, что ли? Это стриптизер. Доктор стриптизер. Не знаю, можно такое на ютубе нельзя показать. Это на бутылку одевается. Ага. На бутылку одевается и для девочек? А что-то бутылка какая-то должна быть? Это скорая помощь. Маленькая должна быть какая-то бутылка. Спасатель. Нет, обычная 05-ая. 05-ая. Есть у тебя? А ну-ка. То есть типа вот так? Да, типа есть. Скорая помощь. Какой капец. И что? И кому так подарить? Никому так берешь. Ага. Скорая помощь. Ну да, если что, так сразу. И сколько такой комплект? Давай оценим. Такая бутылочка у нас. Раритетная. Бутылочку можно за 150 по-свойски подогнать. Класс. Ну и 150, и 150, и 300. 300 грим такой наборчик. Представьте кому-то подарить. Недорого. Ну прикольно. Вот так формируется, глядя, на ровном месте. Это если покажут подписку на твой канал, а так 400. Ага, ребята. По 200, 200 то, 200 то. Поняли? Пожалуйста, напишите в комментариях, кому такой комплекте подошел бы. Слушайте, супер, супер. А что тут прям еще может быть я что-то для себя выберу приобрести? Вот, малюсенькие часики. Они еще, небось, звенят, как вообще, как дикие. Класс. Я так и показывал, когда мы путешествовали с Мирикмани по Одесской барахолке. Тоже такие маленькие, но они в коробочках. Конечно, очень круто, когда они в коробочках и прям с документами дороже всего ценятся. Как видим, здесь не очень много всяких царапин, но в целом тоже ок. Вот такие разные часики. Самоварчики. Ну, это электрические, это они не так недорогие, это дешевые самовары, потому что они электрические. Это вообще сувенир какой-то, да? А, это сувенирный самовар. А сколько такое стоит? 150. Ага, все по 150. Сегодня день такой прям удачный. Так что мне нужно выбрать? А может 25 копеек тоже как бы? О, нет. Отдадим за 150. Только не это. Блин, ну я даже не знаю, слушайте. Какая-то картина даже есть. А нет, топчика никакого нету. А что за картина? А ну-ка, давайте посмотрим. О, ничего, ничего, ничего. Кстати, по закону прав потребителей, если с витрины что-то падает, можете за это не платить, если в магазине уронили. Потому что должны быть вот такие специальные спулачки. Нет, здесь надо. Здесь не действуют законы Украины? Здесь нет, здесь законы СССР. Аккуратно, отвечай на этот вопрос, даже в Ютуб пойдет. Законы СССР действуют. Так, ребята, у нас декоммунизация, он пошутил, не нужно. А то тут магазин СССР улетит в СССР. Смотрите, картина написана маслом, мне кажется, вообще очень, хватит к свету подойду, интересно сделана. Прямо такая небольшая работа на картоночке и сделана очень-очень филигранно. Конечно, небольшие есть у нее прямо вот остатки там от клея, но довольно сложно такую работку сделать. Жалко, что она маленькая, но вообще работы картины ценятся по размеру. Чем больше картина, тем она дороже. Вот чем больше такая работа, тем дороже. Тут целая подборка, елки-палки, посмотрите. Кто-то художник, видимо, заходил, да? Не готов к тебе был, конечно. Что ты мне про декорту расскажешь картины? Кто тебе их принес? Она принесла одна женщина. Она сама пишет? Она, короче, ей досталось от одной женщины, ей досталось. Класс, класс. Может быть, я вот тебе что-то сейчас выберу и прикуплю? Можно будет? Да, конечно. А ты уже сформировал у них цену? За 100 гривен. 100 гривен за все, да? Да, нет. Не за все. За каждую по 100 гривен? Да. Не знаю, хочется что-нибудь на камеру у тебя купить в магазине, чтобы показать личным примером, что это все. Ну, даже не знаю, даже не знаю. Ну, может быть, парочку картин я бы взял. Посмотрим. Ну, куда я их поставлю? Вот это, конечно, у меня нет таких под них рамок, ничего. Маки. Ух, таска за летом, друзья. Вот так вот хочется вернуться назад в лето, а то сейчас зима, холодильный, эти коронавирусные инфекции. Это просто какой-то ужас. Вот. Ну, одна хоть побольше немножко. Ну, все равно, все равно. Ну, красиво, что сказать? Это что у нас? Чем же написано? Ну, вроде масло. Масло, масло. Да. Ну, так на ощупь просто как-то как необычно. А какого года они, как ты думаешь? Какого года? Это свежие картины, это не старые. Слушайте, ну, в целом, можно поставить себе на стол, повесить, даже можно повесить в рамочку. Размер сейчас не подскажу, наверное, сантиметров 30 на 25, ну, что-то такое. Сколько размеру? Так вот эту рамочку, раз. Ну, вот это вообще что-то вышито, что ли? А это вышито или что-то у тебя вот здесь вот? Что-что сказал? Это вышито, вышито? Не-не-не, это тоже. А почему такое ощущение, как будто бы это? Потому что это на ДСП. Ага. Я люблю все пощупать, потрогать. Вообще, настоящий коллекционер, он перед тем, как оценивать или что-то покупать, он всегда попробует, понюхает, посмотрит. Потому что определить вот такую картину, как новодел, знаете как? Очень просто. Просто берете ее и нюхаете. Настоящая картина должна пахнуть стариной, какой-то плесенью, деревом. А если картина новодел, вы почувствуете только запах свеженькой красочки. Даже если картине там пару лет, все равно можно услышать этот запах. Так что нюхайте картины, подходите. Вы знаете, иногда заходишь в музей, думаешь, класс, сейчас посмотрю настоящие работы. Подходишь к картине, она пахнет свежей краской. И думаешь, твою мать, вот так в нашей стране так происходит. Сегодня ты пришел посмотреть картины, они как будто бы новые. И на вопрос, конечно, они говорят, что это все реставрация, все такое. Какая реставрация, ребята? Ну блин, вы верите в это? Картины просто-напросто вывозятся, перепродаются на аукционах и так далее, с музеев. Потому что людям просто надо как-то кормить свою семью, и они такое делают. Это какой-то ужас просто. Но хотелось бы верить, что все будет хорошо. И в частных коллекциях, друзья, держите, конечно же, оригиналы получше. И вот такие вот красивые просто невероятные картины. Итак, значит, ух ты, какой нож у тебя. Вот это да, швейцарский. Боже мой, какая красота. Сколько такое стоит? Такое вообще без чехла 1800 гривен. Вот мне нужно на канал распаковывать вот такого плана нож. Ребята, у кого есть, пожалуйста, пришлите. Я приехал с посылочкой, мне прислал подписчик потрясающую монету, бракованную. И мне кажется, у меня дома подобная монетка есть. Сейчас вам покажем, что это за монета. У тебя есть пятерочка? Да, у меня точно такой же брак есть, друзья. Посмотрите, это просто невероятно. У меня есть 5 гривен вот с точно таким же браком, который мне подарил подписчик в прошлый раз. Эту монетку также мне подарил подписчик. Богдан, передаю тебе привет. Спасибо тебе большое за такую монетку. Она пойдет в мою коллекцию. Я обязательно еще покажу в следующем видеоролике. Огромный тебе привет. Спасибо всем, кто пишет мне в инстаграм. Ссылочка будет в описании. Присылают свои монетки. Я с радостью вас приобретаю. Беру в дар для вот таких вот обзоров, чтобы вам показать, какие бывают интересные браки. Попадает или масло, или еще что-то. Какая-то стружка. Я даже не знаю, что может произойти, чтобы вот такой вот брак случился. К сожалению, такие монеты дорого не стоят. Потому что, ну, во-первых, это уже вторая с таким браком. И людей, которые коллекционируют браки монет Украины, особенно новых, не так много. Очень узкая ниша. Но мне интересно на канале вам показать вот такую монетку, такой брак. Ну, барахло. Начинают печатать, и уже начинаются разные-разные ухудшения. К сожалению, невероятно, невероятно. А расскажи мне про этот нож. Как вот, вот, я вот думал тоже выбирать себе нож. Как ты где-то его нашел? Нет, он же такой симпатичный. Ты его себе прямо оставил, да? Да, я прямо его себе оставил. И новый, он выглядит как бы... Ну, новый есть, да, он новый. Ты покупал его в Швейцарии? Нет, я не покупал в Швейцарии. Он здесь, ну, купленный и непользованный. Ага, слушай, а с чего? Что за пластик? Это, да, пластик. Такой какой-то интересный пластик. Как будто шершавый такой, как будто на ощупь, да? Да, да. Ага, слушай, выглядит очень стильно. И причем большое лезвие. И ты довольно так легко распаковал эту... Не, режет очень хорошо, не знаю вообще. Так, я сейчас гляну, от кого я получил монетку. Смотрите, довольно много. Пила, ножницы, отвертка. То есть, он такой рабочий, рабочая лошадка, да, можно сказать? Да, тоже можно использовать как отверточки. А это что такое вообще? А, это открывать пивас, да, наверное? Да, да, да. Ребята, как думаете, насколько актуальны пивас сейчас? Кто пьет? Ох, а тут их две. От чего они отличаются? Раз, два. Да, видишь, они какие-то разные, не знаю даже. Ага, это тоже в нем было? Да, это да. Пинцет, смотрите. Пинцет, и типа на зубочистке или что-то такого плана? Многоразовая зубочистка? Наверное. Посмотрите, просто идеальное состояние. Ну, я бы монетку, конечно, так бы... Ну, можно, в принципе, взять, если монету не жалко. Но обычно на концах для монет, щипчиков, там такие маленькие прорезиночки есть. Так что это для монет не очень подойдет. Но для чего-то мелкого, что-то взять такое манюсенькое. Вообще, оно... Чехол очень под него прикольный. Блин, это родной или... Да, такой, да, такой, под него специально. А где он? Потому что, видишь, фирма тут другая? С каким-то номером? Нет, это же фирма. Просто здесь видишь... Слушайте, супер! Вообще, я не знал, что так... И вот оно как зубочистка появляется. Слушай, ребята, кто по ножам вообще разбираетесь? Напишите в комментариях, как вам такой ножик. Насколько он по уровню офигенности? Да, от 1 до 10. Типа, где здесь 10 самый вообще офигенный нож с максимальной комплектацией. А что это такое? Типа, это выкидуха? Или это просто фиксатор? Да, это фиксатор. Типа, вот так, назад его не сложишь без этого. То есть, надо нажать. Нет, есть еще круче. Есть и по 6 тысяч ножей, и по 8 тысяч. Я смотрел там ножи. А если кто-то захочет купить, можно будет у тебя его приобрести? Да, можно будет. А еще какая цена? Ты так созвучишь сейчас? Вместе с чехлом можно 1600 гривен, да. Обалдеть. Слушайте, ребята, вообще нож просто как для состояния идеальное. Прямо. Кстати, я знаю, что есть такие выкидухи. Хоп, нажимаешь у тебя прям сразу, бам, и открывается. Ну, на швейцарских вряд ли, наверное, такое. Это такое более... Понтовые, более пережитки прошлого, да? Более нож как приспособа для всего, чтобы там не случилось, когда там в походе или еще где-нибудь. И быстро открыть его, да, чтобы можно было... Ну, видишь, было бы удобно, если бы была какая-то такая фиксатор, чтобы чем открывать? Одной рукой, чтобы можно было открыть. Ну, это типа ж не выкидушка, это не на скорость, это нож, не для того, чтобы быстро вытащить. Сходить в поход. Да, чтобы быстро вытащить, это нож, чтобы пойти в поход, чтобы там... Слушай, вообще класс. На все случаи жизни там было все. Так, ребята, ну что, 25 копеек забирать, не забирать в таком состоянии? Или дождется своего нового владельца прямо в магазине? Как у тебя адрес тут? Люди пишут, как вас найти на 602? Вот как вот людям объяснить? Ну, 602, наверное, тут тяжело как бы найти. Это тут сушиточка. Да, тут есть сушиточка, которую знают все. Так, значит, вы выходите с круга, проходите вглубь базара, поворачиваете в крайний правый ряд, и вот здесь вот лавка старинных вещей. На углу сушиточка. Да, на углу сушиточка тут где-то есть. Ага, все, я понял. Ой, суши я очень люблю, кстати. Ты берешь что-то, заказываешь суши? Да, да, очень. Не будем делать рекламу, бесплатно. Так, ну что, в принципе, самый лучший вариант, если вы пришли и не можете найти, это позвонить. Вот эти номера прямо здесь вы можете увидеть и набирать, и набирать. Только в витрину я уже показывал. Так, ну что, погнали дальше. Так, что еще я у тебя еще не видел? Номера там красивые сделаешь. Да, номера красивые сделаем. Так, ну, друзья, я картины выбираю, сейчас вот понравилось вот эта работа. В следующем ролике покажем дальше, покажем игрушки новогодние, покажем Дед Мороза, там можно еще сделать, ну, один я тут доделаю все это. Класс. Так, по картинам, давай еще раз быстренько, пока у нас свет мы включили, пробежимся, можешь про их показать, вот такие вот, заново просто показать, вдруг кому-то какая-то работа приглянется, было бы классно их как-то пронумеровать. Ну, давайте, вот первая работа, вторая работа, третья. Блин, вообще очень красивый, так очень, и маленький. Главное точно, все там, в подрисовке, не очень. Тени, гляньте, где, так, четвертая работа, потом кто-то в видеоролике просто скинет номер этого. Пятая работа, дальше, шестая, Седьмая, да, дальше, восьмая, девятая, Десятая, Одиннадцатая, Дальше, Двенадцатая, Маки, И вот такая тринадцатая работа, и вот четырнадцатая совсем большая, ну, скажем так, в относительно этих четырнадцатого, А такая сколько стоит? Такая 250. Класс, что ты, друзья, вот такие вот работы. Если вам какая-то, напишите, какая вам больше всего понравилась в комментариях, А вот еще одна. Ну, вот это все, я, наверное, заберу ее. Ну, посмотрим. А, ты же отлаживаешь. Да, да, да. Напишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего работа, поставьте лайк, и там будет Viber, ВКонтакт, Юрия можно будет написать ему в Viber, или где-то, обычно, переписываешься. Да, в Телеграме Viber, там. В Viber, в Телеграме, потому что много-много всего здесь, куча разных штуковин, значков. Ребята, спасибо, что посмотрели этот видеоролик, напишите мне в комментариях, какие темы рассказать более подробно, что показывать прямо тут. Видите, много-много всего. Что показать более, скажем так, подробно, и вам бы хотелось узнать. Возможно, я найду вам эксперта, конкретно по какому-то направлению. И приходите в лавку старых вещей. Если что-то интересное, пишите мне в Инстаграм, я вам подскажу по оценке по редким монетам Украины. И до новых встреч, друзья. Всем пока.